Привет! С вами Светлана, а за окном у нас сегодня зима. Ночью шел снежок. Уже конец декабря. Кто готовится к новогодним праздникам, я тоже готовлюсь к новогодним праздникам, но у меня есть еще помимо этого работа с цветочками. У меня зимой и перевалка растений, и пересадка бывает, и укоренение. У меня специальные условия созданы для того, чтобы зимой продолжали расти. Многие из моих растений и укоренялись тоже. На перевалку подготовила несколько растений, уже начала переваливать и решила, что все-таки надо же вам показать. Я рассказывала, что я подкупила много горшочков таких вот разных. два раза ездила в эпицентр, накупила себе, такой даже красивенький. Ну вот я уже перевалила две традисканции, вот в такие вот горшочки. Одна и вторая. Вот так вот они выглядят, стало красивенько. вот, а росли они у меня до этого, вот в таких вот горшочках обычных. Сейчас посмотрим, я вот взяла и эту, в таких вот горшочках разных. Вот это и вот это вот сегодня тоже будет переваливаться. Также подобрала еще несколько растений. Продолжаю работать, буду показывать вам, как это все я делаю. Грунт у меня, я уже много раз рассказывала, это покупной универсальный, плюс песок, перлит, можно мух нарезать, потом там уголь, можно вермикулит добавлять. Обязательно дренаж приготовила на дно горшочка. И вот сейчас, например, вот эту вот. Значит, смотрим горшочки, вот этот вот у меня побольше, а вот этот поменьше. Кстати, вот эти я пробовала снимать, сдирать, они так плохо снимаются, их надо намачивать, соскабливать. Я не стала это делать уже, думаю, ничего страшного не будет растением, там кусочек бумажки и если клей растворится. В общем, сюда более подходит вот такой вот горшочек. На дно керамзит. И вот так вот примеряю. Вот какие у нее корешки. И она уже хочет действительно разрастаться, потому что надо, потому что вот маленькие идут росточки и надо им дать волю, но немного воли, а так чуть-чуть. Вот сейчас я покажу. Вот столичка здесь остается, вот это все засыпается грунтом. Потому что нам еще расти до весны, это расти и развиваться, есть освещение, лампы. Это еще два месяца. За два месяца мы еще можем хорошо подрасти, красиво раскуститься, распушиться, дать боковые вот здесь вот сколько места будет побеги. Вот так вот выглядит переваленная традисканция. Следующая. Возьму такого цвета горшочек. Тоже вот достаточно хорошие развиваются корешочки, значит ей нравится. Так видите, получается немного выше. Мы опускаем. Подбираю земельки чуть-чуть и опускаем. Не надо, чтобы она так сильно возвышалась. Так уже нормально. Земля у меня не мокрая, такая полу-полувлажная, даже почти сухая. Она очень хорошо рассыпается в такие труднодоступные места. Красиво! Красота! Так, белая красавица. Смотрите, какие у нее корешки. Уже. Так, для нее, для нее? Для нее, не знаю. Надо, наверное, взять горшочек побольше. Я возьму вот этот. С двойным дном. Нормально. Так, аккуратненько вытащить, как бы ее, чтобы не сломать ничего. Вот здесь у меня керамзит. Немного растения загрязняется. Но это ничего страшного. Когда укоренится, все это обсыпется, можно будет и помыть. Когда она хорошо так уже привыкнет в этом горшочке, можно будет ее и ополоснуть подушеком. Само обсыпется этот грунт сухой. Да, этот горшочек как раз подходит именно этой тротисканции. Но самое главное сейчас, моя задача в том, чтобы все эти растения зимой не залить. Вот я тоже сильно люблю поливать, ходить с лейкой возле своих растений. Но надо каждое-каждое пересматривать, прощупывать. Чтобы видеть, нужно, чтобы ощущать, взвешивать вот так. Тяжеленький он этот горшок или легенький. Чтобы ощущать, правильно понимать, нужно ли растению нашему попить. Нужно ли попить или не нужно. Так, думаю, нормально. Вот такая вот получается у нас тротисканция в новом горшочке. Такая вот пепперомия. Я уже ее показывала вам, она у меня до сих пор цветет. Я вот не знаю, можно ли с нее собрать семена. Я знаю, что они очень-очень мягкие, совсем милюсенькие. А вот не собирала еще никогда в домашних условиях. Вот хочу собрать, если будут они, и попробовать их посеять. И вот это растение уже я много раз черенковала. То есть брала листочки снизу, и видите, оно вот здесь оголилось. И корешки, вот оно уже пускает, хочет побольше себе взять объемчик. И сейчас я посмотрю, что у меня для нее есть. Для нее будет, наверное, вот этот горшочек. Вот этот горшочек будет точно на дно перонсит. Я ее, кстати, не поливала уже неделю. Вот такие вот она подсушилась. А так, надо же ее подсушивать, пеппером ее не надо заливать сильно. Потому что она не любит этого. У нее вот листики еще плотненькие, хорошенькие. Она как бы еще и не сильно хочет пить. Перевалю ее сегодня и волью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Угу. Переборщила. Немножко. Так. Вот так вот поместила и по бокам керамзитик насыпаю я думаю очень ей понравится этот горшочек также поливать ее надо будет аккуратненько где-то так я поливаю раз в неделю но все равно просматриваю вот так вот она получилась у меня и до весны будет жить уже в новом горшочке дальше у меня есть вот такой вот филадендрончик я его летом сильно часто обрезала размножала вот раздавала распродавала и остался у меня кустик вот такой вот маточник сейчас вот вот здесь нарастает корешки он у меня вот в таком стаканчике тоже был керамзит вот его корешки надо земельки больше подсыпать тоже они любят попить филадендроны но их надо подсушивать не надо им тоже и заливать их сильно у меня например сингониумы они как бы тоже ароидные и любят пить но я их всегда подсушиваю они прям стоят просохнут пока полностью земля аж тогда я их поливаю так очень хорошо он сел в этот горшочек вот такой вот красавец получился дальше у меня есть вот такое рео которое начало давать деток это радисканция которая уже с лета сидит в этом горшочке и она начала давать деток и ей эта радисканция любит много земли большой объем я и сейчас дам горшочек вот такой вот побольше туда насыплю керамзита сейчас посмотрим что там у нас внутри тоже хочет уже поливаться у меня как раз сегодня день полива еще сейчас вот перевалю некоторые растюшки и пойду по своим стеллажам по полочкам пару часиков прогуляюсь с лечкой одно скажу что когда увеличиваются горшки вот тогда надо тогда уменьшается место на подоконнике так в маленьких стаканчика горшочках я их могу поставить поближе друг другу так покомпактнее а когда я их уже так пересаживаю переваливаю то приходится искать места уже так чтобы они стояли более всем чтобы хватило места ну вот вполне себе хорошо выглядит лимонный в таком вот лимонном горшочке сциндапсус вот у него корешки начали выходить наверх ему тоже надо горшочек горшочек я ему дам я ему дам такой вот зелененький так и сюда у меня есть такой грунт он сделанный для филадендронов и для ароидных он с корой тоже песочек тут земля но тут у меня добавлена кора и мох и я вот сюда именно этот грунт засыплю так это наверное много будет сейчас здесь вот у меня во мхе укоренялся так он тут во мхе дальше продолжает расти и корешка уже довольно таки наплелось здесь много земли практически уже нету питательной поэтому я и пересаживаю переваливаю его сегодня так он будет тут и попадается и кора вот все и земля и песочек все сюда ему и попадает замечательно просто будет просто будет замечательно когда мои растения получают вот такие свои новые домики я всегда радуюсь вместе с ними потому что они же переезжают из такого вот мелкого стаканчика хороший такой горшочек с достаточным объемом земли свежей причем так что это большая радость для нас это мелколистная традисканция она у меня с лета растет в этом горшочке и я ее ни разу не переваливала не пересаживала сегодня решила что надо ей дать все таки побольше вот этот зелененький она тоже вот небольшие корешки правда у нее выпустила но она так давно тут сидит что ей по любому надо пересаживать валочка здесь тоже она была у меня с керамзитом ну и земли конечно же получается здесь мало я уже руками начала я думаю она немножко тоже повеселеет они у меня все традисканции летом поедут жить на балкон хочу я их всех на балкон у меня уже калиусов мало осталось в коллекции я их уже практически перестала разводить но зато у меня теперь совсем другие растения вот и это будет вот так потом они летом будут еще обстригаться все это обновляться вот эта генура очень хочет пересадку она так быстро выпивает воду смотрите сколько у нее здесь корешков поэтому надо ее срочно пересадить будет она у меня в этом горшке как раз она сюда помещается надо распутать корешки где-то конечно какой-то порвется при вытаскивании ну что-то останется кстати я его вчера по-моему даже и поливала ну она любит попить очень любит попить смотрите как у нас лезут отсюда вот так вот корешки тут аккуратненько я их вытащил и все вот так вот вот так вот сейчас закончится земля и чтобы новую намешать, оно все на балконе, на морозе, так что придется сюда досыпать, наверное, просто для ароидных выбрать. Ничего страшного, думаю, не будет. Досыпать сюда земли, если попадется где-то кора, ничего страшного, ведь Генура, она с одной стороны тоже любит попить и я думаю, кора бы ей не помешала, потому что кора, она как бы сохраняет, намокает и влажность у нее, так что вот так вот будет где-то, получилось нормально, красивенько получилось, Генура вот такая красавица в белом горшке, замечательно, ну и осталось у меня два филодендрона, вот такой вот, корешки еще не лезут, наверное, здесь вот не видно корешков, но этот филодендрон у меня с лета тоже вот так вот посаженный, я думаю, что ему обязательно уже пора, просто пора, не хочет, не хочет, все, пошел, 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 у нас готово, быстро. Субтитры сделал DimaTorzok Он немножко привел, потому что ждут полива, неделя у меня сегодня только заканчивается, их я буду только поливать, поэтому как раз и польется. Замечательно. И еще один филодендрон. Здесь вот корешок полез уже, тут он уже такой высоченький, для него я считаю, что мало уже тут грунта. Тоже беру вот такой вот желтый горшочек. Примерка обязательно. Обязательно примерка. О, посыпались. Керамзит. Хорошие у него корешки. И опорку ему надо придумать, потому что уже он, я смотрю, хочет куда-то наклониться. Не хочет уже ровненько расти. Опорка желательно. Сейчас я пойду, найду опорку сразу. Сюда. Вот так, отлично. Нашла вот, будет пока такая опора, временная. Поставлю, и потом его подвяжу. Работа проделана, хорошая. Проливаю немного свои цветочки. И буду идти ставить, искать им места. Всем, кому было интересно со мной, пишите комментарии. Нравятся ли вам такие видео. Хотите ли вы еще видеть видео по перевалке цветочка. О том, чем я занимаюсь практически каждый день. А на сегодня все. Пойду поливать и монтировать это видео. Всем пока. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok